вот хотел рассказать такую сначала начну вот история проведение оценки качества воздуха в операционной значит для проведения оценки воздуха есть такой прибор который называется аспиратор аспиратор принцип элементарнейший стандартная какая-то трубка она просто что есть стандартный параметр ну чтобы можно было оценить количественно и качественно этот воздух это этот прибор должен быть во всех случаях одинаковый для него разработаны критерии чистоты и так дальше нас берется этот аспиратор него вставляется фильтр фильтр значит на протяжении например стандартного времени но скажем так одна минута он включается и через себя протягивает воздух это операционный после этого берется вот это например фильтр который стоял в этой трубке бросается в флакон стерильным например физиологическим раствором или там раствор будем говорить так вот физиализм раствор в стандартный объем этот объем должен тоже быть определен самим исследованию примеру это 100 грамм потом он взбалтывается определенное время например тоже одну минуту после этого отбирается вот это количество и например один миллилитр этого раствора вносится например уже от этого то что мы отобрали из промывки фильтра вносится например в 100 миллилитров снова таки чистого физиологического раствора и этот уже раствор делается из него посевы на чашки понимаете и вот на 10 чашек высевается этот разбавленный раствор и смотрят что из этого раствора будет вырастать ну опять же таки это делают лап профессиональные лабиранты которые по внешнему виду самого роста который будет из этого воздуха могут сказать значит как будут как мы оцениваем эти результаты если процессе этих деяний на чашках не появился рост значит воздух помещений чистый если на двух чашках выросла там какая-то банальная инфекция ну которая не имеет отношения к заболеваемости человеку то считается что тоже там воздух скажем чистый можно работать или если на всех 10 чашках чашка выросла скажем там золотистый стафилококк который вызывает инфекционные там усложнения в операционных больных то делают выводы уже за загрязнение там операционный когда нужно проводить какие-то серьезные радикальные дезинфицирующие мероприятия вот для понимания чистоты вот в таких лабораторных условиях и еще к этому всему разговору есть еще такое понятие которое называется это вопрос вообще фактически то что называется количественный то есть есть рост нету рост каком количестве этот рост в каком количестве этот рост нужно провести уже качественное исследование а качественное исследование самым простым способом ну как простым относительно так простым он знаешь производится тетрованием то есть вот этот раствор который мы взяли мы будем высевать на 10 пробира скажем непосредственно чистый ну то есть чистый тот что в котором мы болтали этот фильтр от аспиратора. Потом из этого раствора будем брать один кубик, переносить снова в 100 мл. Будем брать оттуда раствор, снова будем 10 пробирок. Потом из того перенесенного будем брать еще один кубик, снова будем переносить. И, например, таких вот исследований мы проведем 10 штук. То есть каждый раз разбавляясь шагом в 10. В итоге у нас получается 100 пробирок. И на какой-то части из этих партий например, у нас уже рост закончится. То есть разбавление патогенных клеток будет настолько большим, что они уже не будут показывать статистического роста в пробирках. Например, где-то на пятом пассаже уже у нас роста нету. И в шестом, седьмом, восьмом пробирки оказались все равно стерильны. Это уже есть вопрос качественный. И скажем, для этих исследований разработаны специальные таблицы, по которым сделан вывод, насколько ну, есть параметры, например, в каком разведении должно, разрешается работать, в каком разведении нужно что-то принимать. Для общего понимания, что такая лабораторная работа, что такие бокс, как проводится оценка этих вещей. И понимаете, если это, к слову, так вот подведем итог к тем условиям, которые намного сложнее всего остального, вот для работы уже на том уровне, там, сред и всего остального, нужно находить время. И вот на такие исследования, перед тем, как делать какие-то посевы, нужно тогда проводить качественно количественный анализ все-таки этого воздуха, для того, чтобы вот те результаты, которые мы делаем, они были не результатом каких-то случайных действий. Повезет, не повезет, попадет инфекция, не попадет. Она должна быть закономерной. А для этого есть специальные мероприятия, которые нужно будет знать и нужно проводить. Так, чтобы у вас сложилась полная картина вот с такими вещами.